Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 17 февраля, пятница, и сегодня мы поговорим с вами о вроде бы начавшемся наступлении Орков на востоке Украины. Мы оценим их с точки зрения специалистов Соединенных Штатов, Великобритании и других стран НАТО, попытаемся предугадать, где будут происходить основные направления ударов, ну и прикинем вместе с уважаемыми западными специалистами, чем это все может закончиться. Но вначале я хотел бы сделать шаг назад к той памятной статье Вашингтон-Пост, которая вызвала бурю в Вашингтоне по поводу того, что же действительно происходит, якобы происходит с подходом администрации Байдена к оказанию помощи Украине. И там вроде бы со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации делались намеки на то, что эта помощь ограничена по времени, ну и по ее масштабам. Знаете, я неоднократно вам говорил, что наступление вот это осеннее, вернее весеннее, летнее, оно очень важно и на кону очень много, собственно говоря, исход войны и вся геополитическая ситуация в Европе, если не во всем мире. Поэтому события такого масштаба, они обычно сопровождаются или предваряются стратегическим обманом противника, то есть все карты не раскрываются. А иногда предполагают и стороны прибегают к дезинформации для того, чтобы запутать противника. И вот у меня складывается все больше такое впечатление, что вот эта статья Вашингтон-Пост, это своего рода была провокацией для того, чтобы как бы засветить сторонников, скажем так, неправильной линии в отношении, Вашингтоне, неправильной линии в отношении помощи Украине, для того, чтобы сконцентрировать на нем внимание, так сказать, навести на него свет прожекторов, дабы он почувствовал себя неуютным и тем самым сковать его маневры. Я сошлюсь на статью «В политика», которая последовала на следующий же день после статьи «Вашингтон-Пост», и там речь шла о интервью Тони Блинкина, где он весьма имбивалентно, то есть интервью давали четыре человека, которые якобы присутствовали на его высказываниях, причем два из них говорили одно, два из них говорили другое. И что именно он сказал и как, из той статьи, понятно, не было. Но там не было уже разговоров о том, что помощь Украине со стороны США, она ограничена или может быть ограничена по времени. Ну а затем, буквально вчера, такую весомую точку над «и» поставила Виктория Нуланд, которая со свойственной ей решительностью сказала, что помощь США и этой администрации Украине, она ничем не ограничена, США будут помогать Украине столько, сколько потребуется. США признают Украину исключительно с точки зрения международных границ 1991 года, Считает, что Украина имеет право применять свое оружие и наносить удары по этим территориям, а это включает в Крым. Это ее право. И еще одну важную мысль она сказала, что Соединенным Штатам не нужен, вернее, они не поддерживают и не поддержат иллюзорный ложный мир, которого добивается Путин, который основан, может быть, на попытках аннексировать какую-то часть украинской территории. То есть вопрос стоит по-прежнему кардинально. Москва, Путин должны потерпеть поражение. Ну а теперь перейдем к начавшейся битве на востоке с Украиной. И начнем с экономики, с экономического фронта, потому что он, он, хотя о нем гораздо меньше говорят, чем о горячем фронте борьбы, тем не менее, он чрезвычайно важен. Аналитики британского центра аналитического Чатэм Хаус сделали анализ по поводу предстоящей перспективы российской экономики на текущий год. И эти перспективы выглядят весьма печально для Кремля. Критерии, вернее, основные два момента, которые следовали эти аналитики, это ситуация с экспортом российской нефти и ситуация с экспортом российского газа. Так вот, согласно этому анализу, известно, что последние два месяца эталонная марка российской экспорта нефти Юрлс торгуется с дисконтом 30-40% от цены марки Brent, которая сейчас где-то находится в середине 80 долларов, но ожидается, что она снизится в связи с общим спросом, падением спроса в связи с такой экономической ситуацией во всем мире, со спадом, ожидается, что она опустится где-то к середине 70 долларов за баррель. Так вот, если дисконт на Юрлс составит по-прежнему 30-40% от марки Brent, то Россия на этом потеряет за год до 150 миллиардов долларов. Газ. Газ Россия потеряла, ее экспортные возможности в Европу сократились примерно наполовину. Переправить это все так же, как и на нефть, в адекватном или в эквивалентном количестве в другие страны, в частности в Индию, и Китай не удалось и вряд ли удастся. Так вот, если ситуация с ценами на нефть, сокращение экспорта нефти приведет к потере России в размере 100 миллиардов долларов, то сокращение экспорта на газ в том размере, в том объеме, который сейчас это наметилось, приведет к потере еще 50 миллиардов. Итого, российский бюджет в течение года недосчитается 150 миллиардов долларов. Это сильнейший удар, который оценили и его значение уже поняли в Кремле. И в этой связи, вот сейчас обсуждается вопрос о принудительном налоге, то есть предприятия, у которых есть прибыли российские, будут вынуждены платить, но даже это нельзя назвать налогом, это оброк или принудительные выплаты, для того, чтобы заткнуть намечающуюся, да вернее, она уже состоялась, дыра в российском бюджете в январе месяце. Но при подсчете тех же российских экономистов, то, что можно будет собрать за счет вот этого принудительного налога или оброка, позволит компенсировать лишь 5% той дары в бюджете, которая намечается. То есть ситуация, наконец-то, на экономическом фронте, падение и удар по российской экономике будет усиливаться, и это неизбежно окажет соответствующее влияние на ход боевых действий. Речь идет о том, как писали аналитики Четом Хаус, общим результатом той тенденции, которая уже наметилась, станет разрушительный удар по российской макростабильности, который ускорит долгосрочное экономическое недомогание, спад, спад в России. Теперь перейдем к военным действиям. То есть, ну, уже понятно, что Россия перешла в наступление. Почему она перешла сейчас в наступление? Потому что в Кремле боятся того усиления ВСУ, которое произойдет, когда ВСУ в полном объеме получит ту помощь, помощь, которая полным ходом сейчас идет в сторону Украины. То есть, враг вынужден преждевременно начать это так называемое наступление. Пока это еще не наступление в полном смысле слова. То, что происходит на востоке Украины, оценивается американцами, британцами, как дислокация, передвижение войск с тем, чтобы определить поле боя, где он будет находиться, где будут наноситься основные удары. И вот я вам сейчас разберем несколько тезисов главных, которые характеризуют нынешнее состояние вот этого начавшегося наступления или разведки боем, скажем так, и его перспективы. В общем, они звучат так, что Россия начала наступление войсками, которые не обучены, они из рук вон плохо руководимы командирами, начальниками на всех уровнях, с самого низкого до самого высокого, они плохо оснащены. И их посылают в бой, не давая им понятное, ясное разъяснение, в чем стоит их функция. Они не знают. И в результате, по мнению аналитиков, все это приведет к краху этого так называемого наступления. Ну, а теперь давайте разберем, как вот эти тезисы, как они коррелируются с тем, что происходит сейчас на востоке Украины с точки зрения тех статей, которые были по этому поводу опубликованы в различных американских средствах массовой информации. Итак, идея. Главное наступление, как ожидается, то есть оно уже происходит и ожидается, что вот это будет главное, главное наступление, главное направление наступления и главная цель. Главное направление – это восток Украины. Это Донбасс. Цель – захват Донбасса полностью. То есть речь идет о том, чтобы отвоевать те территории, которые были освобождены в ВСУ осенью прошлого года. Но считается, что плохо обученные, плохо оснащенные войска Кремля, введение их в бой и начало вот этого контрнаступления или наступления российских войск приведет к очередному застою в регионе. То есть прорыва не будет. В лучшем случае они чуть-чуть могут продвинуться, и там же они будут остановлены. Подчеркивается при этом, что это еще не полномасштабное наступление, может быть какое-то оживление, но это вот то, что уже происходит, происходит от главным образом под Махмутом, затем под Углидаром, оно уже дает основание предполагать, что будет дальше. Массовой мобилизации пока не наблюдается, и в общем-то пока нет никаких оснований предполагать, что она состоится. Считается, ну если можно, если уместно какие-то параллели исторические, то считается, что сейчас происходит то же самое, что происходило в январе 1922 года, когда российская сторона выдвинула свои части к границам Украины и расположилась таким образом, чтобы осуществить вторжение. Но при этом, вот то, что произошло и происходит до настоящего времени, вот как одна из главных мыслей, которая красной нитью проходит во всех высказываниях американских экспертов на сегодняшний день. На сей день, на этот день, россияне не продемонстрировали способности проводить скоординированные, крупномасштабные, маневренные операции. Они плохо оснащены и плохо обучены, из-за этого они несут большие потери, и мы ожидаем, что это будет продолжаться. Вот эта фраза, эта цитата принадлежит министру обороны Соединенных Штатов Ллойду Остину. Речь идет, по словам бывшего сотрудника Пентагона, ныне научного сотрудника Центра новоамериканской безопасности Джима Таунсенда, речь идет о том, что Россия начинает формировать поле боя. Наступление не началось с точки зрения концентрации необходимой массы войск. Они пока пытаются маневрировать и занимать позиции для начала наступления. Одной из причин, которая заставила Кремль ускорить по времени эту операцию, несмотря на то, что Кремль и Вооруженные силы Российской Федерации по оценкам американцам, они не готовы к этому, к этой операции. То есть, степень подготовки их новобранцев или мобиков она еще не та, когда ее можно было бы начинать. Так вот, одна из причин, почему они начали преждевременное наступление, это нежелание ожидать пол, пока ВСУ в полной мере получит всю технику, которая была им обучена. Какие масштабы российского наступления ожидается на основании анализа всего прошедшего? Ну, вот очень популярное мнение, которое высказал бывший американский посол Хербст, видный член Атлантического Совета, где есть также военные специалисты, я думаю, что это коллективное мнение, по его словам, русские попытаются использовать большую часть своих сил или основной удар наступления это именно на Донбассе, и вполне возможно, что мы не увидим ничего большего, чем видим сейчас, то есть значительных усилий в районе Бахмута, Углидары, с тем, чтобы, значит, по возможности захватить весь Донбасс. Таким образом, вот это может быть в конце концов и то, что Путин к Кремле будет объявлено как победа. И некоторые высказывания кремлевских пропагандистов, а также политиков и аналитиков так называемых, которые кучкуются вокруг Кремля, позволяют, в общем-то, предположить, что может быть это так и есть. Но вот размышляя о том, какие перспективы ожидают Российскую Федерацию в этой битве за Донбасс, очередной битве за Донбасс, Джош Беррес из Института изучения войны вполне категоричен. По его словам, русские не смогут захватить весь Луганск и Донецк. к концу весны или даже к концу этого года. Это категорически не произойдет. Я запомню эту фразу господина Барреса, и мы вернемся к ней к лету этого года, а потом к концу этого года. Но что-то мне подсказывает, я читал его раньше, слушал его высказывание, он, в общем-то, не ошибался до сих пор. И вот складывающаяся ситуация, если россияне действительно сделают то, как предполагается, что она сделает, и вот теми силами, плохо обученными, плохо наснащенными и плохо руководимыми своими начальниками, то это создает хорошие возможности для ВСУ. Потому что вот такой противник будет обескровлен, измотан, перемолот, и затем, когда вооруженные силы Украины в полной мере получат весь тот пакет помощи, который балансирован и обещан, а я вам говорил, что не менее 350 единиц техники сейчас полным ходом движутся в сторону Украины, а часть из них уже там. Ну вот тогда и будет, как отмечает Институт изучения войны, украинцы будут в хорошем положении, чтобы произвести собственное контрнаступление в конце весны и летом, используя истощенность российских сил. До этого времени все российские части, которые уже сражаются и которых еще вольют туда под Бахмутом, Угл-Гадар, они будут сжигать боевую мощь и ресурсы. Они будут истощены к началу лета, и тогда все закончится, вернее, тогда начнется контрнаступление в Украинское ВСУ, и Украина окажется в преимущественном положении, инициатива полностью, подчеркиваю, полностью перейдет в ее руки. По этому поводу размышляет и Нью-Йорк Таймс, которая в статье тоже очень скептически оценивает перспективы Российской Федерации в предстоящем наступлении. Но я хочу сразу оговориться, чтобы меня правильно поняли, то есть мы с вами, нам с вами неприсущих шапкозакидательские настроения. Кстати, выражение «забросаем шапками» или «закидаем шапками» появилось именно в Российской Федерации. Как говорит история, в 1854 году, буквально накануне атаки союзных войск англичан и французов на Севастополь, приехал, туда приехал генерал из Петербурга, для того, чтобы, значит, типа, руководить обороной Севастополя. Считалось, что российская армия легко разобьет противника. И вот на горе буквально накануне, там минуты, часы, минуты оставались до наступления французов и англичан, там разбили типа пикника российская сторона, собрались дамы в пышных платьях и шляпках, затем этот генерал от инфантерии, столики накрыли, было шампанское, и генерал им рассказывал, как сейчас мы покажем англичанам и французам куськи на мать, и в порыве в пылу разгоряченный генерал вража, вошел в раж и кричал, да мы их шапками закидаем. И тут буквально через несколько минут началась канонада, начали стрелять корабли англичан-французов, те перешли в наступление, и генерал бегом, он бежал, в тот же день он сел, сел, на чем он там приехал, то ли на коня, то ли в карету, то ли поездом, и умотал обратно в Санкт-Петербург. То есть, нам шапкозакидательские настроения не свойственны, но я вам просто излагаю мнение американских и британских аналитиков, которым тоже не свойственны шапкозакидательские настроения. Они всегда очень сдержаны в своих прогнозах, вот сколько я за ними не наблюдаю, очень сдержаны. И для меня, признаюсь, это даже удивительно, вот тот тон, те оценки, которые он делает сейчас. Но за свою репутацию, прежде всего профессиональную, они должны отвечать, поэтому я отношусь к этим прогнозам очень серьезно. Так вот, со ссылкой на американских аналитиков в Нью-Йорк Таймс пишет, что военные возможности Москвы в этом новом наступлении находятся очень под очень большим вопросом после неудавшейся попытки битве в последнее время Бахмут, Углидар, это два города, которым приковано все внимание. Поскольку наступление неудавшейся, уже считается, что это неудачное наступление на Углидар рассматривается как первый шаг в этом большом наступлении, которое вынуждено преждевременно начать Российская Федерация. В результате этого неудачного наступления уже были разгромлены две украинские бригады морпехов 155 и 140 причем руководили ими те же самые командиры, когда их громили, которые отличились осенью прошлого года опять-таки неудачными боевыми действиями под селением Павловка, по-моему Павловка называется, в том же самом районе, то есть там у них был провал и теперь наступил тот же самый провал, то есть с точки зрения командования на всех уровнях не сделаны никакие выводы, а даже если можно, даже если и сделаны эти выводы, то замедить их некому, нету у них лучших командиров. Удар этот, разгром, произошел несколько недель назад, но только сейчас, по словам американских аналитиков, происходит полная оценка и понимание того, что же там, той катастрофы для российской стороны, которая там произошла. И это как капля воды, она характеризует полностью все состояние сейчас российских вооруженных сил, сосредоточенных для предстоящего полномасштабного, если оно будет, наступления. Москва перебросила на передовую десятки тысяч новых солдат, многие из которых неопытные новобранцы. Переброшены они для того, что Путин дал указание, что решительная, не то, что решительная победа, а хотя бы существенное продвижение успех, должны быть достигнуты до 24 февраля. Ну, старая история со времен Второй мировой войны, когда высотки, города ценой крови и гибели огромного количества людей достигались к тем праздникам, которые намечал Кремль, лично товарищ Сталин. Причем, что интересно, интересная деталь, нападение на угледар, оно не было внезапным, как, по идее, требует того стратегия и тактика военное искусство. Оно было анонсировано заранее и сделано это было с целью напугать, напугать ВСУ. Ну, вместо того, чтобы напугать, опять очередной просчет в отношении стойкости, мастерства и вообще боевой мощности, боевой мощи вооруженных сил Украины. Их враг пытался напугать, вместо этого он дал время подготовиться, тщательно подготовиться. В результате это привело к разгрому двух элитных бригад врага. То есть, это самая элитная, как считается, российская бригада. 155-я и 40-я морские пехотные бригады. По оценкам, объективным оценкам, поскольку их сопоставляли с данными, которые приводили российские же военные блогеры, затем с записями, видеозаписями и с произведенными дронами. Россия потеряла под угледаром не менее 130 единиц бронетехники, из них примерно 36 танков. И оценивая вот эту катастрофу, которая там произошла, министр обороны Уоллес вчера заявил, что эти потери под угледаром свидетельствуют о том, что президент Путин и вообще генеральный штаб России не признают реальности поля боя. Это интересная фраза. Не признают реальности поля боя. У них там другая картина, и они живут по той картине в том мире, в котором они сами для себя придумали. Или же другой вариант, что им глубоко наплевать, какое количество россиян погибнет. Это глупая ситуация, глупый подход, если это второй вариант, потому что им, может быть, наплевать, но это посылает соответствующий месседж другим сторонам, ВСУ, американцам, другим военным других стран НАТО, позволяет им оценить перспективы и способность вооруженных сил этой страны вообще решать какие-то боевые задачи. Тут я посмотрел в Твиттере, в блоге сотрудников Рент Корпорейшн, они много смеялись, когда, значит, вот эту 155-ю бригаду громили под Углидаром, а в это время Путин, отвечая кому-то там, это было в кулуарах, по-моему, в Кремле какой-то там, хурал какой-то был, он отвечал на вопрос, что там на Донбассе, он говорил, наши сейчас морпехи работают очень хорошо, замечательно, успешно, в это время их успешно громили, и сотрудники Рент Корпорейшн пишут в комментариях, в каком мире живет этот человек, он вообще понимает, что вокруг него происходит или нет. Интересно, обратили внимание, что под Бахмутом или на Бахмутском направлении орудовал, по крайней мере, до последнего времени Вагнер, на направлении Углидар, там работали в основном представители вооруженных сил Российской Федерации. Вагнер, Вагнер, ну, вы знаете уже, какие потери он понес из 50 тысяч человек начального состава живых осталось, но это по данным на неделю назад примерно оставало всего 10 тысяч, и на этой неделе Пригожин заявил, что он прекращает вербовку зэков в компанию Вагнер. Но в это время произошли некоторые другие серьезные изменения. Американские аналитики утверждают, что последние недели зэков применяли уже вооруженные силы Российской Федерации. Это вообще какой-то там странный случай, когда регулярная армия использует вот эти отбросы человечества, убийц, мародеров и прочий генетический мусор в своих военных операциях. Именно вооруженные силы Российской Федерации Министерства обороны рекрутировало их, и они использовались там, где действовали вооруженные регулярные российские части. Что касается Вагнера, то Батсианен как-то им удалось пообщаться с оставшимися в живых бывших бойцов Вагнера, которые рассказали в общем достаточно такую мрачную картину. Они не подготовлены так же, как и мобики, чмобики. Их берут, бросают в качестве пушечного мяса, и один из них остался жив, там почти вся его рота погибла, он остался жив, и сделал видео, опубликовал его, и после этого написал своей родственнице, то ли это жена была, то ли сестра, о том, что он боится, его убьют за это, и лежал он в госпитале. Ну, и через два дня его тело в запаянном цинковом гробу прислали его, по-моему, это была жена. вот такие там существуют нравы, то есть, с точки зрения американских аналитиков, эта армия, или, да ее даже армия трудно назвать, вот этот весь сброд, он не в состоянии решать по существу те задачи, которые, по идее, должны перед ними стоять в предстоящем наступлении. Ну, еще отмечается, что в Углидаре российские вооруженные силы регулярной части столкнулись с еще одной неожиданной для них проблемой. ВСУ разместили на этом направлении хаймарсы, врагу пришлось оттянуть свои тылы на 50 километров, минимум на 50 километров, и это очень и очень произвело серьезный негативный эффект на состояние и на возможности боевые возможности вооруженных сил России. Второй тезис, который вот я нашел, могу сформулировать на основании высказывания американских и британских аналитиков о нынешней ситуации. Часы сейчас буквально тикают, сейчас идет борьба между часами российскими и часами которые в ВСУ. С одной стороны, это попытки стремления России как можно лучше исходя из своих ограниченных возможностей подготовить своих мобиков чмобиками для предполагаемого крупного наступления. Ну и стремлением или планами ВСУ получить полностью ту технику которая была обещана и подготовить соответствующие экипажи и обслуживающий персонал для этой техники. Значит вывод американских аналитиков надежды на мобилизацию вот на этих которые сейчас придут и на будущую возможно мобилизацию не помогут. их вольют в старые потрепанные деморализованные части это будет если ее можно назвать ложка меда в бочку дегтя из этого получится бочка дегтя. Что касается возможной дальнейшей мобилизации то ну по этому поводу я вам должен сказать вот я посмотрел интервью когда только была объявлена мобилизация Путина в сентябре прошлого года по этому поводу выступил генерал Райдер официальный представитель Пентагона который сказал что эта мобилизация обречена на провал почему потому что вот эти люди которых набрали они совершенно необучаемые и это не те резервисты которые есть в Соединенных Штатах Америки США резервисты это люди полностью подготовленные к военным действиям и их можно призывать и запускать в бой ну как понадобится можно в течение месяца можно в течение недели можно даже в течение нескольких дней они готовы ничего этого ничего подобного в Российской Федерации и в помине нет речь идет не только о их плохой подготовке речь идет о том еще что в российской армии нет должного системы командования и управления этими людьми и в этом плане американские аналитики не наблюдают никакого улучшения с 24 февраля прошлого года то есть мы имеем плохо подготовленных бойцов и мы имеем неквалифицированное непрофессиональное фактически командование с низшего уровня и на самый высокий и вывод который был тогда еще сделан который считается до сих пор подтверждается я вам буквально зачитаю если Россия не может управлять поддерживать и оснащать примерно 100 тысяч военнослужащих которые сейчас находятся в Украине то добавление еще 300 тысяч к ним не улучшит ситуацию если вы уже столкнулись с серьезными проблемами и не решили некоторые из этих системных стратегических проблем которые делают любую крупную военную силу боеспособной нет никакой надежды на то что от добавления дополнительных переменных то есть дополнительных сил улучшит ситуацию по мнению или по данным института изучения войны который хорошо известен сейчас в Украине да и в России российское наступление под Углидаром да и направление на Бахмутском направлении демонстрирует что системная плохая подготовка российского мобилизационного персонала будет по-прежнему приводить к тактическим неудачам по всей Украине то есть вот что ожидается от этой операции видимо понимая очень похлакое состояние своих вооруженных сил и где-то чувствуя что особый успех на поле боя им не грозит Кребль Путин Генеральный штаб готовят новые ракетные удары по населенным пуртам объектам инфраструктуры Украины с тем чтобы заставить Украину две вещи делать и делать их одновременно это и сражаться на фронте и защищать население и объекты инфраструктуры с помощью ПВО Путин будет наносить эти удары с севера и юга и для этого он будет применять самолеты стратегической авиации и корабли в этих всех условиях что делает Украина вооруженные силы Украины ну во первых отмечается что они отвечают как здесь говорится бешеной оборонной на Донбассе в меньшей степени контратаками в Херсоне защищаются от ракетных пусков с различных направлений но главное что делает ВСУ ВСУ интегрирует многочисленная новая система вооружений готовят интегрируют в плане объединения их с квалифицированной подготовленной живой силой улучшает логистику и проводят то что называется IPB на американском сленге то есть разведывательную подготовку поля боя Украина спешит обучить военных своих военных новому западному оружию и для украинцев это тоже гонка со временем анализируя целым ситуацию американский еженедельник Ньюзвык пишет что российское наступление обречено на провал неплохо обученные военнослужащие получили некачественное оборудование поставленное под некачественное руководство и уже часть была развернута на передовой часть будут развернуты на передовой без ясного понимания что они должны делать по словам одного из американских генералов новобранцы или мобики Москвы на востоке Украины не готовы ни к какому наступлению ни к большому ни малому и это превращает превращает их в пушечное мясо ну теперь вот такая общая картина теперь многие размышляют пишут мне по поводу отсутствия F-16 типа как же без F-16 там все эти леопарды и Брэдлис перестреляют хочу обратить ваше внимание их могли бы перестрелять с воздуха если бы Россия имела ну хотя бы преимущество не говоря уже о господстве в воздухе преимущество это когда у тебя 51 шанс у врага 49 это преимущество господство это так от 80% и больше так вот у России нету даже преимущества до сих пор и многие из вас знают что российские самолеты я не имею ввиду стратегическую авиацию которые стреляют из акватории Каспийского моря а вот их фронтовые бомбардировщики истребители они даже не залетают в украинское пространство если залетают там выпускают свои ракеты или сбрасывают бомбы и тут же уматывают обратно опасаясь почему потому что вот этого господства или преимущества они не имеют связи с весьма эффективной системой ПВО Украины которая существует и нет никаких оснований предполагать что эта система ПВО станет хуже у Украины наоборот она станет лучше с тем с той новой техникой которая сейчас на подходе то есть без Ф-16 есть все основания надеяться что с воздуха российские самолеты Леопарды Брэдли и прочие БМП БТР не расстреляют ну и в конце до концов даже если бы даже если бы надо смотреть реально в глаза в действительности складывающиеся ситуации даже если бы эти Ф-16 были поставлены сегодня или завтра то в любом случае экипаж не смог бы быть подготовленным для этого дела по этому поводу о состоянии российских российских российской авиации так называемых воздушно-космических сил вчера высказался высказалось британское министерство обороны согласно которому в настоящее время в составах ВКС сохраняется в основном неповрежденный парк из примерно 1500 военных самолетов с экипажами однако маловероятно что ВКС в настоящее время готовится к резкому расширению воздушной кампании так как при нынешних боевых условиях они скорее всего понесут непосильные потери вот такая оценка британцев еще одна интересная оценка американских аналитиков которые наблюдали за артиллерийскими дуэлями на на Донбассе по их оценкам в частности они анализировали ситуацию положения дел в районе действия 45-й артиллерийской бригады и в результате они пришли к выводу что оборудование теперь вооружение которое имеется у ВСУ в этом районе примерно 50 на 50 то есть 50 натовское 50 то что досталось с советских времен это хороший показатель я имею ввиду первый показатель 50 натовский потому что начинались практически с нуля то есть речь идет о том что перевооружение идет полным ходом идет полным ходом переход на 155 миллиметровые боеприпасы поскольку контракты долгосрочные Пентагона в Соединенных Штатах военных ведомств во Франции в Германии в Норвегии также были заключены сроком как минимум на 5 лет то есть в ближайшее время производство этих 155 миллиметровых боеприпасов для ВСУ будут увеличены только в США примерно на 500 процентов ну и как пишут эти аналитики американские украинская артиллерия на Бахмутском направлении в настоящее время имеет соотношение к российской один к одному это имеется ввиду и количество орудий и количество выстрелов которые они делают ну а если к этому добавить что в распоряжении в распоряжении ВСУ более дальнобойная американская и натовская артиллерия то можно предположить что там ВСУ имеют фактически преимущество поэтому господа я лично тщательно ознакомившись с целой кипой материала по этому поводу смотрю с большой надеждой на предстоящую весенне-летнюю кампанию и очень надеюсь и надежда эта основана не просто на вере но на рациональных на рациональной информации очень надеюсь что она приведет к решительному к решительной победе в ВСУ поэтому как всегда слава Украине и вооруженным силам враг будет разбит победа будет за нами вам дорогие друзья как обычно выдержки мужества твердой веры в нашу победу до новых скорых встреч